Ты себя в зеркало видел? У тебя печать божья на всю ебалу. Та-ти-ра-тин-да-та, та-ти-ра-тин-дари, та-ти-ра-тин-да-та, та-ти-ра-тин-дари, та-ти-ра-тин-дари... Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротко. С вами, как всегда, Кин, и да, я не помер. Знаю, на канале было небольшое затишье, но на то была веская причина. Мне было лень что-то делать. Да и интересные проекты как-то особо не попадались. Конечно, я бы мог рассказать про периферийные устройства. Ну, а я глянул, на них уже есть куча обзоров. Или я бы мог рассказать про редкости Гильермо Дель Тора, которые я с нетерпением ждал. И которые меня разочаровали. Вон, та же сумеречная зона 21-го года, как по мне, в разы интереснее. Но, чтобы канал совсем уж не зарос пылью, я решил взяться за конец. За конец света. И уж не знаю, радоваться или плакать, но это первый обзор на русский сериал на этом канале. А теперь предлагаю перейти к сюжету. Демьян Баженов – самый обычный парень. Живёт со своей девушкой Галей в доме матери, вместе с мамой, сестрой и умирающей бабулей. Когда я уже сдохну, наконец-то. Работает кассиром в пятёрочке и мечтает вместе с Галей переехать. Но в силу обстоятельств не может этого сделать. Так и живёт Демьян своей серой жизнью, пока в неё не врывается его отец. А вот отец у него весьма непрост, ведь он... Я сатана. Для тебя просто папа. Приятно познакомиться. А приходит папочка к сыну с весьма необычной просьбой. Демьян должен стать антихристом. И помочь папе устроить апокалипсис. По мелочи. Голод, мор, эпидемия, катастрофу. Класс. Кредит за телек, получается, могу не выплачивать. Только вот одна загвоздка. Демьян довольно добродушный человек и не хочет никому причинять вреда. Ну а на какие уловки пойдёт Сатана, чтобы переманить сына на тёмную сторону, вы узнаете в сериале. Прежде чем мы перейдём к сериалу, должен сразу уточнить. На момент создания видео вышло только две серии. Но они мне настолько зашли, что я решил рискнуть и поделиться ими с вами. Так что если, начиная с третьей серии, которая, к слову, выходит 4 ноября, сериал начнёт скатываться, то об этом я узнаю уже позже. А пока что поговорим о том, что имеем. А имеем мы весьма нестандартный сюжет. Ну, точнее, весьма нестандартный для русского кинематографа сюжет. За рубежом фильмы из сериала про ангелов, демонов, богов, Люцифера и даже Антихриста уже не новость. В России также есть несколько схожих проектов. Но, пожалуй, самый близкий в плане идеяности, но не подачи. Повторюсь, но не подачи. Мастер и Маргарита. Которыми отчасти вдохновлялись создатели. И даже оставили пару интересных пасхалок. К примеру, в первой серии Сатанас сразу после появления в сауне прогуливается по Патриаршим прудам. Там же прогуливался и Воланд в первой серии Мастера и Маргариты. Да, мы не верим в Бога. И об этом можно говорить совершенно свободно. Во второй серии Сатанас зазывает людей на конец света, как на шоу. Воланд же устраивал шоу, чтобы показать людские пороки. Они... Люди как люди. Любят деньги. Ну так это всегда было. Наверняка тут есть и другие пасхалки. И я уверен, в дальнейшем их будет больше. И не только на Мастера и Маргариту. Так как сами создатели заявляли, что вдохновлялись помимо Мастера такими проектами, как Благи и Знамения, Американские Боги, Небо над Берлином и прочими. Кстати, имя главного героя Демьян также можно считать своего рода забавным обыгрыванием, пасхалкой или отсылкой на другого сына дьявола Демьяна. Известного многим как Омэн. И это пока что все пасхалки, которые я заметил. Если вы заметили еще, напишите в комментариях. Мне будет интересно почитать. Хотя бы врешь. А то я уж думал, совсем святой. Но хоть создатели и вдохновлялись вышеупомянутыми проектами, я же увидел в нем несколько другую смесь. А именно смесь. Только не смейтесь. Пацанов. Ой. И Ники Дьявола Младшего. Значит, ты сын Дьявола? Си, Си Дьявол. От пацанов здесь мясо, маты и местами детский, местами дерзкий юмор. Добрый день. Я по поводу храма. Чего? Ху** храм-то сразу. Ну а от некий забавный степ над религией. Антихрист, который покрестился? Да я чуть со стыда в аду не сгорел. И возможно, даже скорее всего, вы со мной не согласитесь. Ну а что ж поделать? Можете дизлайк ляпнуть, это мое мнение. Я здесь закон! Теперь про актеров. Явная звезда шоу, тянущая на себя все внимание при каждом появлении, Юрий Колокольников. Блин, так непривычно в обзорах называть русские имена. В его исполнении Дьявол явно не Бирна или Почина. Дьявол Колокольникова это скорее смесь Петера Стромаи и Харви Кейтля. И должен отметить, как же Юрий хорош в этой роли. Мимика, поведение, поступки, повадки, все притягивает к себе взгляд. Но в этом есть и небольшой минус. Глядя на шикарную игру Колокольникова, замечаешь, насколько фальшивит местами остальной каст. Не всегда, конечно, но иногда в глаза бросается. Офигеть! Спасибо, блин, я о таком и мечтала. Ну и раз уж подняли эту тему, поговорим о минусах. Куда же без них? Благо их не так много. Всего два. Первый из которых – менты. Ох, во имя сериального бога, я не понимаю, зачем практически в каждый русский сериал пихать ментов. У вас в наличии есть ангелы, демоны, ведьмы, сатана и антихрист. Неужели при наличии всей этой братьи нужна была отдельная сюжетная линия про ментов? Без этого что, в России сериал выпустить нельзя? Как я говорил в других видео, я не особо фанат детективно-полицейского жанра. И я особенно не фанат, когда его пихают туда, где без него можно было бы обойтись. На самом деле, мне сразу вспоминается «Миллионер из трущоб». Если вы его смотрели, то помните, что это шикарная индийская драма. И несмотря на то, что фильм индийский, в нем нет песен, плясок, танцев и прочего. Да, с самых последних минут фильма. При этом, происходящее на экране никак не вяжется с предыдущим сюжетом. Это смотрится в фильме чужеродно. И мне сразу представляется режиссер, которому просто дали затрещину и сказали «Ты чё, фильм индийский, хотя бы в конце пускай все станцуют». Это я всё к чему. Как я понял, в России нельзя выпускать сериал без ментов, а в Индии без танцев. Отныне добавляю новую заповедь. Танцуйте заповедь 11-я. Ну а второй минус – цензура на пиписьках. Ребятушки, алё, у вас сериал 18+. У вас в первой серии люди лопаются, как мясные шарики. Есть маты и куча похабщины. И это круто. Но, когда я вижу кубики на причинных местах, это рушит всё погружение в сериал. Нет, не подумайте, я не ЛГБТ. И если бы Колокольникова показали голым, то я бы даже не придал этому значения. Одним глазком я бы, конечно, глянул. Ну, камон, а кто бы поступил иначе? Да и, в принципе, забил бы. Но, когда я вижу цензуру, то мой взгляд устремлён именно на неё и ни на что больше. Кинопоиск – это же ваш сериал. И я понимаю, что технологии ещё не дошли до того, чтобы отключать и включать цензуру на экране. Как это делается со звуковыми дорожками 18+, и с цензурой. И в таком случае у меня есть только одно предложение. Выпустите сериал в двух версиях. Одна версия будет 18+, без цензуры, с матами и прочим. Вторая будет цензурированная, где будут кубики и запиканные маты. Версию 18+, смогут смотреть только совершеннолетние зрители. Ну а цензурированная версия будет доступна всем. Дорогие друзья, напишите в комментариях, как вам такая идея. Ну и на этом предлагаю подвести итог. И как итог мы имеем весьма добротный российский продукт, вдохновлённый схожими проектами. Но подходящий далеко не всем. Кому-то явно не зайдёт юмор сериала, кому-то актёрская подача или сюжет. Но! Если вы, как и я, любите псевдорелигиозные истории, то я бы советовал глянуть первые серии. И самим определить, подходит ли вам такой конец света. Или нет. Ну а на этом у нас всё, и всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось это видео, то буду благодарен за лайк и подписку. Ну а в комментариях я попрошу написать, успели ли вы глянуть первые серии. И если да, то как они вам? Ну и как обычно, увидимся в следующей серии. Пока! Отпускаю тебе грехи, дочь моя. Ох, ехай нахуй.